Приветствую вас. И первое, с чего мы начнем, это с разбора вашей фобии. Вообще, очень часто фобические расстройства берут свое начало в детство. То есть, будучи маленькой или маленьким, человек получает очень сильное аффективное переживание в определенной ситуации и не высказывает, и его не выражает. И оно, это переживание, с ним остается. Оно, это переживание, не имея возможности выхода, начинает влиять на дальнейшее поведение. И в этом случае необходимо по возможности, конечно, найти эту самую ситуацию, первичную ситуацию, и постараться заново ее пережить. И тогда страх начинает опускать. И вот почему. Само понятие страха всегда иррационально, то есть мистически. Мы боимся того, чего не знаем. Боимся того, чего не видим. Боимся того, что нам неизвестно. Соответственно, любой страх – это магическое представление. Перевод магического представления в рациональное, то есть в мир реальных понятий, поможет вам начать с ним борьбу. В практике существует такой метод, когда человека постепенно вводят в ту ситуацию, в которой он боится. Ну вот, например, человек боится закрытых пространств. Значит, что происходит? Если человека закрывают в комнате, ему уже становится неуютно. Вместе с терапевтом они ищут такую ситуацию, когда человек вроде бы будет в закрытом помещении, но при этом этого чувства, чувства страха, у него не будет. То есть найти некую границу. И далее терапевт эту границу постепенно слушает. О, вот я уже начинаю бояться, вот я еще не чувствую страха, но уже начинаю его ощущать. Так, хорошо, хорошо. Вот вы сейчас боитесь, давайте попробуем немножечко расслабиться и побыть в этом состоянии. Понять? А чего же мы, собственно, боимся? Дать нашему сознанию адаптироваться к переживанию. Но переживание не настолько сильное, чтобы оно называлось аффектом. Объективное переживание, аффект разрушает познание, разрушает адаптацию, разрушает интеллект. Переживание не сильное, помогает человеку стимулировать свою познавательную деятельность. Поэтому, когда вы чувствуете страх в данной ситуации, постепенно, не сильно, знаете, что в любой момент можете, вам стоит только сказать кодовое слово или сделать какое-нибудь движение, и тут же вы вернетесь в спокойное состояние. В этой ситуации вам будет проще овладеть своим страхом, понять, чего вы боитесь, и, по сути, осознать, что за ним, за этим страхом, нет ничего. Там нет никакой реальной опасности, там нет никаких объектов, которые действительно несут угрозу вам. Есть всего лишь только переживание за счет своей аффективности, оно мешает вам нормально осуществлять жизнедеятельность. Именно так надо бороться с фобией. Дальше, что касается панических атак, то они могут быть вызваны различными заболеваниями, в том числе и медицинскими, то есть, медицинскими я имею ввиду здесь, физиологическими заболеваниями, так и повышенная тревожность. Тревожность – это, в свою очередь, бег от опыта. То есть, человек живет, и на протяжении его жизни обстоятельства вокруг него меняются. Изменяется жизнь, изменяются обстоятельства, изменяются окружения, меняются люди. Но человек, который находится внутри этой ситуации, он предпочитает оставаться тем же самым. предпочитает быть тем же и не реагировать на изменения внешнего мира. В результате, мир меняется, человек нет. И именно из этого условия берет начало тревожность. В тревожность есть бег от опыта. И если вы перестанете бежать, повернетесь к причине тревожности и примите этот опыт, который она несет. Станете богаче немного благодаря этому опыту, изменитесь и адаптируетесь к новым изменениям окружающего мира, то тревожность уйдет. Другое дело, что не всегда можно понять, что именно составляет причину тревожности. Ведь мы все обладаем сознанием. Мы можем заметить какие-то вещи, мы можем даже отдавать себе отсчет в них. Но не всегда мы понимаем причину, при котором они происходят. Не всегда мы понимаем природу. И вот в этом, возможно, вам и требуется помощь специалиста, чтобы вместе с ним лучше понять источник тревоги. Выявить его, соответственно впитать опыт и стать мудрее в багаже адаптировании и тем самым справиться с тревогой. Тогда панические атаки уйдут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...